С самого начала, с тех пор, как человек стал человеком, шла торговля, торговый обмен вот этими вот камнями. И с этим вместе заимствовались и разного рода культурные явления. Когда, невзирая на ворчание старцевого костра, перешли все-таки на медь, эти общения стали еще более обширными. Медь реже, чем камни, встречается. А когда перешли на бронзу, месторождений олова, необходимых для изготовления бронзы, во всем мире можно сосчитать по пальцам одной руки. Значит, для того, чтобы могла делаться бронза, необходимы были торговые и, соответственно, культурные связи, охватывающие весь земной шар практически. Но, во всяком случае, все восточное полушарие, безусловно. Вот это и есть глобализация. Да, она влечет за собой, особенно сейчас, крупные культурные перемены, особенно учитывая возможности современных средств информации, телевидения, газет, журналов, звукозаписи и прочего. И в связи с этим, чтобы я не забыл, я уже сейчас прямо скажу, существует очень серьезная проблема, о которой никто не пишет, к сожалению, но она есть. Малочисленные народы сейчас находятся перед очень малоприятным выбором между ассимиляцией и резервацией. Почему? Потому что для того, чтобы раньше, 200 лет назад, 100 лет назад, культура могла существовать за счет фольклора, просто-напросто. Вот так передававшегося веками и русскус. И поэтому, скажем, в Дагестане, что не аул, то другой язык, а другая культура. Хотя, конечно, общие культурные особенности в них тоже есть, но все это везде другой аул, другой язык, пожалуйста. Сейчас, для того, чтобы культура существовала и развивалась, а не просто влачила жалкое существование, необходима инфраструктура, необходимы университеты в множественном числе обязательно. Потому что, если университет один, он очень быстро выродится из-за отсутствия конкуренции. Необходимы филармонии, симфонические оркестры, необходимы театры, необходимы журналы, необходимы издательства. В общем, короче говоря, для этого необходимо, чтобы данный народ, носитель данной культуры, был достаточно многочисленным. Вот как решить этот вопрос, я не знаю, но его надо иметь в виду. Это действительно очень серьезный вопрос. Да, конечно, можно запереться в резервацию, и там тихо спиваться, как американские индейцы, скажем, например. Можно так. И то самые умные и самые сильные будут уходить. Они будут уходить в большой мир, они не захотят жить в этом гепто. И просто уже начнется и физическое вырождение. Поэтому, вот, не знаю, во всяком случае, я могу сказать только одно, на мой вкус. Как раз малым народам гораздо лучше жить в государстве большом. Потому что вот это большое государство может уделить внимание сохранению этой культуры. Знаете, когда я был студентом, было очень давно, в нашем университете был факультет народов севера. Тогда еще анекдотов про Чукчи не придумали, но мы над ними, конечно, посмеялись. Они были очень такие наивные, простецкие ребята, действительно много чего не знали. Но на этом факультете преподавали большие ученые, лингвисты, антропологи, археологи и так далее. Потом университет ликвидировали, создали университет там. Ну, труба пониже и дым пожиже, естественно, большие ученые туда не поехали. Полезно ли это для культуры этих северных народов? Нет, конечно. Лучше им было учиться в Петербургском университете, тогда еще в Ленинградском университете. Поэтому как раз вот маленьким народам, повторяю, малочисленным, не будем иметь слово «маленькие», оно уничижительное, малочисленным народам лучше, больше шансов на сохранение, в другом быть в большом государстве. Вы можете меня спросить, а большому государству оно на что? Зачем оно будет тратить силы и деньги? Знаете, чем разнообразнее, чем многоцветнее культура данного общества, тем более она жизнеспособна и тем более она способна к развитию. Так что это выгодно и большому народу, если в его составе есть маленький. Ну вот это, к сожалению, мало кто понимает, но я бы хотел, чтобы вы над этим поразмыслили, тем, что я вам сказал. Что же касается до обращения к корням, то люди обращаются к прошлому тогда, когда виды на будущее или мрачные, или туманные. Я думаю, что не случайно, что у нас сегодня вот такая попытка опереться на прошлое. Но ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит к разного рода выдумкам, к появлению липовой истории, которая никакого отношения к нормальной истории не имеет. Вот вроде этих самых гипербореев, которые никогда не существовали в действительности. И вообще все это сводится к таким нескольким тезисам. Мне довелось прочитать в новом веку невероятное количество этих сочинений на эту тему. Во-первых, мы самые древние на свете. Мы восходим, не знаю, пришельцам из космоса к ариям, кому там еще. Наш язык — это начало всех языков, наша культура — это начало всех культур, ну и так далее, и так далее. Все за этим состоит на самом деле просто обыкновенный комплекс неполноценностей и больше ничего. Верить этому, и тем более заниматься всей этой чепухой, упаси вас Богу. Читать нужно книги, нормальные книги по истории, в которых нет вот таких дурацких выдумок. Очень вас прошу, я это делаю. В том числе и те, которые я издал. Ну а теперь Вот насчет Какие народы раньше, какие позже, и так далее, и так далее. Почему все стараются удревнить свой народ, как вы думаете? Зачем это, собственно, нужно? Можно, конечно, отнестись к этому как к феодальному предрассудку, мол, то древнее, то благороднее, и пожать плечами и забыть. На самом деле это совсем не так безобидно. Я не очень ее помню, но, в общем, история там такая, мужик гонит стадо гусей на базар, на продар, хворостину подгоняет, а гуси возмущаются, как этот мужлан обращается с нами. Ведь наши предки Рим спасли, а мужик им на это отвечает, так предкам вашим по заслугам и честь. А вы-то сами, вы годитесь только на жаркое. Вот давайте не будем годиться сами на жаркое, не будем хвастаться предками. Потому что тем хуже, если вы не выдерживаете сравнения с предками, так тем хуже. Только и все. Так что похвалиться предками не стоит. Но, тем не менее, это имеет место. Мне бы доводилось видеть, что все языки происходят из нашего, из моего языка, что все культуры происходят из моего, из моей культуры. Ну, обычно это бывает родство с шумерами, там, блин, вот, с какими-то там хеттами по меньшей мере, или что-нибудь еще такое. Ну, вот, что такое родство, что такое родство культур, как это все происходит, вот, я попробую вам очень коротко изложить все эти вещи. Когда мы говорим о родстве народов, какие-то народы, вот, родственные. В каком смысле это надлежит понимать? Этот вопрос следует рассматривать в трех независимых друг от друга аспектах. Подчеркиваю, независимых. Именно биологическое происхождение данного народа. Ну, то есть, вот, каждый из нас происходит от папы и мамы, те от бабушек и дедушек, те от прабабушек и родителей. И так далее, и так далее. Вплоть до той самой обезьяны. Ну, или, если кому обидно от обезьяны, то до Адама и Евы. Потому что рассуждение нашего это не меняет. Значит, вот, от кого мы происходим. Второй аспект. Это происхождение нашего языка. Это, повторяю, необязательно связано с вот этим физическим происхождением. Совершенно необязательно. Иначе было бы непонятно, почему, скажем, на индоевропейских языках говорят белокурые, голубоглазые, белокожие норвежцы и чернокожие, темноглазые, овчавые, сингальцы. Они все говорят на индоевропейских языках. Значит, совершенно ясно, что физического родства между ними нету. Они даже к разным расам относятся. И третий аспект. Это происхождение культуры. Тут тоже все не так просто. Вот давайте рассмотрим эти аспекты в отдельности. И в связи с этим, я буду задать вам вопрос. Что такое язык и чем он отличается от диалекта? Кто может меня просветить? Тут говорят, лингвисты сидят, да? Ну-ка. Язык — это некоторая абстракция. Язык — это некая совокупность диалектов. При этом язык, на самом деле, это то, что его носители считают языком. Вот мы считаем, что говорим на русском языке. Значит, вот это и есть русский язык. Тут нет никакого субъективизма. Это самосознание носителей языка. Вот, скажем, например, между русским и украинским языком ну, понятное дело, существует целая сеть, целая серия переходных диалектов, да? Это, где кончается русский и где начинается украинский. Как мы это определили? Мы никак. Не существует объективных критериев для этого. А есть, опять же, самосознание. Вот если носители этого диалекта считают себя украинцами, а этого русским, русским, вот тут и лежит граница. Понятно? То есть, повторяю, это вопрос самосознания. И никаких объективных критериев тут нет и не может, главное, быть. Все ныне существующие и когда-либо существовавшие народы возникли в результате смешения двух, трех, иногда многих народов. Чистокровность существует только в животноводстве. У людей не бывает. Причем в животноводстве она, как известно, поддерживается только искусственно. Так она бы не существовала и там. Впрочем, и новые породы животных тоже создаются скрещиванием разных пород, как известно. Потом ведется отбор. Вопрос. Эти народы, ассимилировавшиеся в единый народ, они могут иметь разные языки. Что происходит при этом с языками? Сомещаться. А как? Заимствование. Что? Заимствование. Заимствование. Нет, ну что происходит? Сомещаться. Что с языком происходит? С языками? Вразовывается, конечно. При этом происходит вот что. Обязательно берет вверх один какой-то язык. То есть никакого смешения языков не бывает. При этом, разумеется, вот эти языки вытесненные, они бесследно не исчезают. Они могут сохраниться в этом языке победители, в виде слов заимствованных. Это называется субстрат. Лингвисты, наверное, знают, да? Называются субстратные слова. Они могут сохраниться в виде особенностей произношения, фонетических особенностей вот этого языка. Он меняется тем самым. Вот этот язык победитель. Ну, например, есть такая точка зрения, что украинское «гэ», вы знаете, да? Что мы говорим твердое «гэ», украинцы говорят придыхательное, фрикативное «гэ». Есть след скифского языка. Скифский язык не славянский, совсем другой. Иранский язык. И вот он повлиял таким вот манером. Есть такие. Иногда даже в виде грамматических перемен в этом языке победители. Небольших грамматических перемен. Вот моя бабушка, она была родом из Прибалтики и переселилась на Украину в Первой мировой войне. Она так и не научилась, как следует правильно говорить по-русски. Мы там жили большой такой коммунальной квартирой с моими двоюродными там родичами. Когда мы с моей сестрой, мы были погодки, очень уж расходились, бабушка нас ругала. Она называла нас «балбейсим». Она к слову «балбесы» присобачивала окончание множественного числа из языка идиш, которая в свою очередь заимствовала это из языка иврит. Вот такой лингвистический шедевр. Я просто запомнил, как меня ругали, и сообразил про это, когда уже сам стал заниматься языками. Вот такой вот замечательный лингвистический шедевр может произойти из всего из этого. То есть это слово, сконструированное из трех языков. Из коих два индоевропейских и один сибирский. Совсем даже и не родственные. Ну, потому что в языке идиш он на основе одного из среднедемецких диалектов, но с большой примесью слов ивритских и грамматических некоторых особенностей. Поэтому вот так получилось. Очень забавно. Вот так получаются языки. Вот что происходит с языками. Почему один язык берет верх? Знаете, по очень разным причинам. Это может быть численное преобладание носителей этого языка. Это может быть политическое преобладание носителей этого языка. Это может быть культурное преобладание носителей этого языка. И так далее. Да, и по религиозным, например, причинам. Вот так распространился арабский язык на весь Ближний Восток. Вместе с исламом. Вот несколько примеров. Я занимаюсь историей древней Месопотамии. Значит, когда-то, в доисторические времена, там жили некие народы. Мы о них почти ничего не знаем. Там сохранилось несколько слов. Более поздних языков. Они называются условно банановыми, эти языки. Потому что там слова, с которыми имеющиеся, повторяющиеся слой. Вот как английское слово «банана». Ну, это имена богов, например, «инана», «запа», «баба» и разные другие. Потом на юг Месопотамии пришли шумеры. Шумерский язык очень интересен в том отношении, что он не имеет известных нам родственников среди живых или мертвых языков. Это, конечно, не значит, что у него их не было никогда. Это просто означает, что его родственники выберли, не оставив письменных, так сказать, следов. Выберли дописьменные имена, вот и все. А север был занят восточными семитами, акацами. Потом они объединились в один народ. Шумерский язык был вытеснен акацким. Все стали говорить на акацком языке, всями Сапатамией. Потом туда пришли арамеи, уже западные семиты. Они, вот, да, я забыл сказать, есть еще одна причина, по которой распространяются языки. Вот язык кочевников обычно вытесняет языки оседлого населения, потому что он удобнее, он понятен на больших площадях, на больших территориях. Вот этот арамейский язык вытеснил акацкий. А потом туда пришли и арабы исламские. И теперь население нынешнего Ирака, они арабы, они говорят на арабском языке. Так спрашивается, кто они в таком случае. Теперь они арабы. Вот и все. И культура в них, соответственно, арабская. В Европе происходили тоже, в этом смысле, занятные вещи. Когда-то, в доисторические времена, Европу населяли, опять-таки, некоторые, некие народы, я думаю, мы совсем почти ничего не знаем, еще меньше, чем об этих бананах. Ну, мы условно называем проевропейские народы, проевропейские языки. Ну, есть такая точка зрения, что баски, язык басков, это последний остаток этого проевропейских языков. Кстати, была когда-то сенсация о росте басковского языка с грузинским, но это вот из тех же сенсаций, вот такого рода, от которых я вас предостерегал. Я сейчас вам объясню, как выясняется родство языков, если вам это не рассказывали тоже. Так вот, барский язык, говорят, у нас это может быть остаток. Ну, потом известно, что туда пришли, откуда-то скопат, по-видимому, кельты. Кельтскими языками в Европе до сих пор являются шотландский, ирландский, еще там есть несколько деревень во Франции, где говорят по-бретонски. Они заселили всю Южную Европу постепенно, их язык вытеснил все эти местные языки, вся эта была сплошная Галлия, кроме Испании, там были свои местные языки. Потом это завоевали римляне, и римский язык ввиду политического и культурного преобладания латыни вытеснила все эти, или почти вытеснила почти все эти местные языки. Потом из этой латыни образовались романские языки, испанский, итальянский, французский, румынский, молдавский, ретароманский, они до сих пор существуют благополучно. Все это бывшая латынь, но с местными особенностями, поэтому получились разные языки. Усвоили местные, самые особенности местных языков, поэтому получился не один позднелатинский язык, а получилось несколько вот этих национальных языков. Мне довелось читать множество доказательств, с позволения сказать, родства, допустим, нашего языка, с шумерским, или с кем-нибудь там еще, с хецким, неважно, все равно. Однажды к нам пришло даже письмо из канцелярии товарища Суслова, вы, конечно, не знаете, кто такой товарищ Суслова, но люди постарше, при этом имени вздрагивают, наверное, еще до сих пор. Вот он получил письмо от какого-то товарища, не помню откуда, который доказывает, что русский язык, вообще славянские языки, происходят от хецкого языка. А вот эти самые реакционеры-ученые, и слово русофобу тогда еще не было изобретено, оно, в общем, понятно было, что он имеет в виду, они, значит, мешают нам удревнить наш язык. Вот, пожалуйста, ответьте им, и копию пришлите канцелярию товарища Суслова. Товарищ Суслова был принятой ЦК, главный идеолог, было очень такое пугающее объяснение, но пришлось отвечать этому товарищу, и объяснять им, что никакого отношения славянский язык к хецкому языку не имеют. Хотя это, то есть имеют, но очень отдаленно. Это и то, и другое индоевропейский язык. Очень дальние родственники, там, десятиюродные, например. И славянские языки, безусловно, не происходят от хецкого языка. Письмо, мы отпустим, я сочинял это письмо, я был самый младший, и такие неприятные обязанности у нас возлагались на самого младшего. И мы послали копию товарища Суслова, но потом оттуда, от этого человека, пришло письмо с померкой, что адресат добыл. Назад пришло. Ну, вероятно, он уводил таких психушек. Это, кстати сказать, довольно прямой путь туда, такие изыскания. Так вот, что из этого всего следует? Родство языковое не обязательно говорит о кровном родстве. Это разные вещи. Не обязательно это говорить даже о родстве культурном, потому что, скажем, русский язык и польский, и чешский язык, безусловно, и родственники. Но культурно, конечно, совершенно разные народы. Конечно, чехи по культуре гораздо ближе к Германии, чем к России. Так что об этом это тоже не говорим. Ну, хорошо. А как вообще доказывается родство языков? Вам это не объясняли? Не сходство, а, напротив того, закономерные расхождения. Закономерные, повторяю. Потому что, как возникают новые языки, как дерево растет, новые ветки появляются. Вот этот народ, он был прежде, там, допустим, это были правосточные славяне, а потом они разделились, и они стали осознавать себя как отдельные народы, и так возник русский, украинский и белорусский. Дерево дало три побега разных. При этом, повторяю, они расходятся не как-нибудь, не как попало, а строго закономерно. Что это значит? Ну, если исходить из вот сходства, совпадений, то можно доказать все, что уместно. Родство любого языка с любым языком. Ну, например, если bad по-английски плохой, и bad по-персидски тоже плохой, из этого вовсе не следует, что английский и персидский язык близкие и родственники. Они родственники, но очень далекие. Они индоевропейские, но далеко друг от друга. Что это значит? Дагономерные расходства и сходства. Да, можно еще привести еще один пример. Если по-шумерски замужняя женщина называется дам, и по-французски тоже дам, то из этого не следует, что французский и шумерский язык родственники. Никоим образом. Они не имеют между собой ничего, ничегошеньки общего, совсем ничего. А тут нет кого-нибудь, кто хоть немножко знает по-украински? Нет? Жаль. Мы бы произвели небольшой эксперимент. Любопытный. Ну ладно, тогда я буду за него. Ээээ.